Николай Алексеевич Некрасов умер в 1877 году, поэтому помещаю в этот год этот обзор. Классик русской литературы, левый. Вот если относительно Достоевского можно определенно сказать, что ультраправый, что фашист. Относительно Некрасова прям определенно. Это левый, это социалист, вот наша левая литература. Фактически лидер левых, потому что партии были подпольные, а легальные левые существовали как литературные такие объединения. И вот как он как раз создавал главные легальные журналы левых, это сначала был «Современник», а потом «Отечественные записки». И потом «Отечественные записки», когда он умер, уже возглавил их Салтыков-Щедрин, тоже на самом деле лидер легальных левых, легальных народников, к которым, безусловно, относился Некрасов. Но нелегальные они читали все время легальных. Вот этого Некрасова как раз любили все вот эти революционеры, которые уже нелегальной деятельностью занимались. Биография. Значит, он происходит из дворян Ярославской губернии. Вот Некрасов из Ярославля. И там только что обзор, кстати, по Ярославлю делал, географический. Там я говорил, что там его имение Некрасово, и там его всячески чтят. То есть вот тут как раз такая поволжская культура впервые прорезалась, то, что большей частью всех, кого я ранее говорил, это все были скрытые белорусы. Ну, в смысле, они из западной губернии происходили, которые так или иначе были под влиянием культуры Великого княжества Литовского и затем Речи Посполитой. Однако, внезапно тут опять, значит, все срывается, потому что мать его была полячка. Мать Некрасова Елена Андреевна Закревская, и он родился на самом деле в Винницком уезде Подольской губернии, то есть на западной Украине, он родился в городе Немирове. И там вот его отец, ярославский помещик, он, значит, влюбился в полячку Елену Андреевну Закревскую, и вот от них родился Некрасов. Некрасов говорил, что его мать позитивно относилась к восстаниям поляков 31-го года, как и полагается полячке. Она у него умерла в 41-м году, но уже маленькому Некрасову она смогла внушить уважение к восстаниям польским. То есть у него определенное польское воспитание было. Отец у него вышел в отставку, говорят, что он был связан с декабристами, и поэтому он вышел в отставку и затихарился в имении, и чтобы не вскрылись его связи с этими всеми революционерами. Но, говорят, в имении вел себя плохо. У Некрасова было 13 братьев и сестер, расправлялся с крестьянами, трахал крестьянок, у него было множество крепостных любовниц, издевался над женой полячкой. Ну и в целом, в общем, Некрасов любил мать и ненавидел отца. Поэтому все-таки вот воспитание это больше польское, хотя и в Ярославле. А вот он, собственно, сложился по этому, как революционер. Потому что, естественно, поляки все в оппозиции были. Включая и мать его. Ну и на материале отца он видел, что крепостники это какие-то законченные сволочи. К тому же, отец Некрасов там был исправником, начал его возить по всяким деревням, выбивать недоимки при сыне и так далее. В общем, крепостничество у него ассоциировалось с отцом, явно нелюбимым, злым там, взбалмошным и так далее. Поступил он в гимназию в Ярославле в 32-м году. Говорят, учиться не любил, но там начал в гимназии писать стихи. Потом отец его из гимназии забрал, отправил его в дворянский полк в Петербург, где Некрасов познакомился с прогрессивным студенчеством, забил на военную службу, так как вообще ненавидел отца крепостника. Пытался поступить на филфак Петербургского университета, экзамены не сдал и был вольнослушателем. То есть он просто там ходил на лекции как хотел. Без диплома, без стипендии и так далее. А Белинский у нас был прям студентом с общагой. Вот в основном он учился в университете, отец на него разозлился за то, что Некрасов забил на военную службу и решил стать филологом. Поэтому отец ему денег не высылал. Некрасов достаточно тяжело жил в это время. Уроки там у него были всевозможные, то есть пытался как-то себя обеспечить. И тогда же он начал писать уже небольшие статьи. Но раз у него образование филологическое, естественно, кем он будет? То есть писать статьи он и будет. Писал кое-какие ВД Вилли для театра, которые окупались. Ну и, в общем, вместе с двумя какими-то венкерами они втроем там на трех студентов снимали комнату. В отличие от Белинского, который себе здоровье в общаге угробил, Некрасов все-таки снимал квартиру, ну, комнату в Петербурге. Вот в это время он пытался издать книгу своих стихотворений «Мечты и звуки» Некрасов, явно подражательную по отношению к Жуковскому, то есть романтичную. Он ее показал Жуковскому, но Жуковский, хотя и сам романтик, сказал, что, в общем, лучше это печатать под инициалами, потому что впоследствии вы напишите лучше, и вам будет стыдно за эти стихи, сказал Жуковский. Белинский сказал, что говно в отечественных записках, но Белинский, потому что был реалистом, а тут явно романтизм. Белинский как раз боролся с романтизмом. Ну, так или иначе, тоже не раскупались эти «Мечты и звуки», поэтому Некрасов даже начал их скупать и уничтожать, как Гоголь, который тоже уничтожал Ганса Кюхельгартена. После этого Некрасов пытался заняться прозой, и прозу он писал уже в стиле критического реализма, как раз вот начало сороковых. Белинский пропагандирует этот стиль, и в этом плане пытается Некрасов уже ориентироваться на Белинского, а не на Жуковского. В общем, понял, что литературная мода поменялась. Очень много пишет выдевилей, всяческого юмора, так как это продавалось. В принципе, с самого начала Некрасов был таким прагматиком и писал то, что покупается. Писал много, значит, всяких выдевильных произведений, писал много юмористических поэтов. В начале сороковых он уже работал в отечественных записках в библиографическом отделе. В сорок третьем году Некрасов, будучи таким вот массовым литератором малоизвестным, он познакомился уже с Белинским. С сорок третьего года то есть они с Белинским уже общаются и как бы друзья. Белинский все равно плохо относился к произведениям Некрасова, хоть к поэмам, хоть к прозе. Однако, значит, сделал хорошую рецензию на его стихотворение в дороге. Белинский сильно тоже идейно повлиял на Некрасова. Под влиянием Белинского он становится реалистом и вообще левым. Белинский был ультралевым и в последние лет пять своей жизни был даже прудонистом. Белинский фактически анархистом стал в конце жизни. Ну вот в ранней форме, форме прудонизма в сороковых годах. Через Белинского, который имел всяческие связи, Некрасов продолжал свои всякие финансовые дела устраивать. В частности, Некрасов издавал альманахи, а Белинский добивался, что всякие известные писатели в эти альманахи Некрасовские писали, а денег, чтобы им Некрасов не платил. То есть просто банально, чтобы они дарили Некрасову какие-нибудь небольшие свои там повести, рассказы. А Некрасов за счет этих известных писателей раскручивался и деньги-то получал за свои альманахи. Вот в середине сороковых, опираясь на связи со всякими литераторами, Некрасов издал альманахи «Статейки, стихах без картинок», «Физиология Петербурга» и так далее. Он там собственные романы давал. Допустим, в «Физиологии Петербурга» он сделал собственный роман «Жизнь и похождения» Тихона Тросникова. А вот в петербургском сборнике сорок шестого года были напечатаны «Бедные люди» Достоевского. То есть Достоевский, вообще-то, как автор, он дебютировал у левых, и в том числе вот у Некрасова, этих альманахов Некрасовских. Ну и «Бедные люди» Достоевского сразу стали известны, и в том числе Некрасову это принесло финансовую прибыль. Вот он вообще был практичный, Некрасов как-то вот пополам получился. С одной стороны, сам автор, то есть сам поэт и так далее, с другой стороны, он по большей части такой делец от литературы. Он все время это превращал в какие-то прибыльные бизнес-проекты, все эти дела. Ну вот такой вот человек, то есть у него была как бы и деловая закалка, и поэтическая. В конце 46-го, в начале 47-го года Некрасов уже финансово процветал, и вместе с писателем и журналистом Иваном Панаевым, с которым они делили одну жену на двоих, он приобрел в аренду у Плетнева журнал «Современник». После этого он в этот журнал «Современник» перетянул Белинского, а Белинский как критик он имел очень много связей опять же среди литераторов, и Белинский перетянул туда всех литераторов. Поэтому, значит, раньше был самый крутой журнал «Отечественные записки», а теперь «Современник», но с тем же абсолютно левым составом. Все, там одни леваки сидели, включая самих Некрасова с Белинским. Но надо сказать, что Некрасов очень много работал. Тут нельзя сказать, что он такой уж капиталист. Он, естественно, был редактором фактически этого журнала «Современник». Он читал огромное количество рукописей. Это был самый известный журнал литературной страны. Ему в огромное количество присылали всякую лабуду. Нужно было все прочитать, выбрать что-то, что действительно пойдет. Правил в огромных количествах корректуру. Из-за гребанной цензуры царистская Некрасова все время переписывал какие-то тексты. То есть цензура не пропускала. Ему приходилось переписывать какие-то обтекаемые формулировки, чтобы не было намеков на революцию. Хотя на самом деле журнал в основном состоял из-за них намеков на революцию. То есть ему как-то умудрялось, Некрасов умудрялся быть радикальным автором в крепостнической ультраконсервативной России. То есть быть левым среди фашистов это как-то вообще сложно, но вот у Некрасова получалось, и даже деньги на этом получалось зарабатывать. На странице журнала «Современник» появились такие авторы, как Иван Тургенев, Иван Гончаров, Александр Герцин, эти все ранее мной описаны, это как правило я всегда поминал, что они в «Современнике» публиковались у Некрасова. То есть раскрутил-то их Некрасов. Потом там появился Островский, Салтыков-Щедрин, Глеб Успенский, фактически как Достоевский, так и Толстой тоже все раскрутились через Некрасова и все в изданиях Некрасова первоначально публиковались. В «Современнике» появились на Николай Чернышевский и Николай Добролюбов, которые вскоре фактически его возглавили. То есть значительную часть работы Некрасов перевалил потом на Добролюбова с Чернышевским. Они стали идейными прям вот флагманами, писали всякие статьи прям такие задающие основной идейный тренд этого журнала. Цены на подписку он снизил и в общем продавалось это все неплохо. Где-то с 1848 года когда Петрашевцев раскрыли Николай Первый начал прям интенсивно преследовать всех журналистов но тем не менее вот Некрасову удавалось держаться даже в самые последние семь лет николаевского режима «Современник» издавался. Но были какие-то уловки. Постоянно у Некрасова в самой последней перед самым пуском этих журналов у него снимали какие-то материалы потому что цензура решила что там что-то подозрительное. Конечно он как друг Белинского у них всегда был на подозрении. Некрасов написал два длинных приключенческих романа «Три стороны света» и «Мертвое озеро». И из этих вообще максимально длиннющих романов он вставлял отрывки когда у него допустим у него короче запасной роман лежал если у него цензура снимет какие-то участки в номере тогда он на эти участки забивает свой роман «Три стороны света». Лакуны короче занимал. Однако же он был достаточно состоятельный он еще в карте обыграл всяких чиновников. В середине 50-х он в Италию ездил лечиться и вернулся когда уже перестройка началась. И Некрасов внезапно оказался самый главный вообще. Потому что все правительство начало поддерживать этих демократов чтобы уравновесить консерваторов. Поэтому период где-то с 1856 по 62 шесть лет они практически чуть ли не мейнстрим были. Царь их тайно поддерживал. Царь сам читал колокол готовились реформы против крепостников и в общем ослабили цензуру и все в общем левые наоборот стали модными и даже чуть ли там не проправительственными. В правительстве либералы сидели. Тем не менее в период расцвета у них раскололась редакция на две группы. Тургенев с Толстым считали что должен быть умеренный такой реализм и соответственно сравнительно умеренные позиции политические. А как раз группировка Некрасова стояла за то что нужно немедленно всякую политическую сатиру заняться прям вот проблемами политическими что вся литература должна быть политизирована особенно в такое время в предреформе. Но на самом деле позиция Некрасовцев была коммерчески выгодной потому что как раз и выписывали это современие чтобы там почитать какую-нибудь актуалку как раз в этот период он пишет такие произведения как «Поэт и гражданин» где декларирует что литература должна служить политике размышлению парадного подъезда социально-критическое «Железная дорога» поэма крайне социально-критическая однако всю его эту тусовку довольно быстро разгромили Добролюбов сам умер Чернышевского и Михайлова в Сибирь сослали в 1861 году отменили крепостное право но отменили так что на крестьян это только легло дополнительными выплатами по этой ипотеке и тусовка современника негативно на самом деле отнеслась что крестьян обманули когда отменили крепостное право и Некрасов немедленно стихи начал писать по этому поводу Некрасов вместе с его друзьями левыми выступал за передачу немедленную всей земли крестьянам без закупа за полное уравнение в правах дворян и крестьян это все была общая программа и Некрасов ее раздирал и пропагандировал ее в стихах и других произведениях потом было подавление польского восстания вот на фоне такой непонятной ситуации когда с одной стороны еще в общем реформы продолжаются с другой стороны пошло уже подавление поляков Чернышевского и других первых левых организаций вот на этом фоне он пишет поэму Железная дорога довольно мрачную на самом деле то что вот дорогу построили на костях мужиков и мужики получается даже и не восставали и не возражали там много она в этой поэме но в простействе все там социалка то есть там он говорит что после реформы деревня разоряется этими всеми платежами эксплуатирует рабочих феодальные методы эксплуатации и так далее об этом у него много кроме того он написал сатиру газетная на цензоров цензура была ослаблена она оставалась и после особенно после выстрела Каракозова опять оборзела то есть в принципе лет 10 у них было относительной свободы слова да и то цензура их жала и в это время он кстати жаловался Некрасов тоже на цензуру как редактор еще у него был цикл сатиры песни о свободном слове тоже вот все об этом кроме того еще когда Добролюбов был живой они начали сатирическое приложение к современнику свисток и там тоже очень много было политически актуальной сатиры вот именно в этом в демократическом духе в радикальном Добролюбов умер рано о чем я уже говорил и Некрасов продолжал этот свисток писать всяческую сатиру в огромном количестве он был к тому же писатель сатирик что-то как-то функции частично наших сатириков перестройки выполнял то есть что-то в нем было от Жванецкого что-то в нем было от всего журнала Огонек а что-то и от Лермонтова такой вот он переходный ну вот перестройку эту конца 50-х начала 60-х во многом вели в идеологическом плане именно Некрасов Чернышевский отнюдь не царизм царизм принимал какие-то половинчатые решения которые всеми критиковались никого не устраивали ни правых ни левых и с этим так царизм и остался на современник в конце его существования сильно напирала цензура из-за всего вышеописанного но надо сказать что радикальная пропаганда привлекала и подписчиков потому что нигде кроме как в современнике нельзя было прочитать такой резкой критики правительства однако же после выстрела Каракозова в 1866 году журнал навсегда закрыли примерно два года Некрасов был без журнала а потом в 1868 году он арендовал Украевского отечественные записки и теперь отечественные записки тоже стали основным органом легального народничества и там они уже на пару работали с Салтыковым Щедриным который вышел тоже в отставку и вот они как раз отечественные записки в 70-е были основной журнал опять же левой но легально издаваемый и вот они маскировали пропаганду всевозможных социалистических идей под разного рода литературу надо сказать что во время выстрела Каракозова Некрасов испугался что сейчас всех закроют и написал оду хвалебную генералу Муравьеву который подавил польское восстание то есть как бы написал оду контрреволюционеру так как Муравьев в это время осуществлял зачистку с Петербурга от всех кто мог помогать террористу Дмитрию Каракозову Некрасов по исследованиям Чуковского на самом деле не одобрял выстрел Каракозова в частности Некрасов говорил зачем же приносить себя в жертву если эта жертва никому не нужна какой может быть у нас долг перед народом если народ только глумится над нами ну в общем видимо Некрасов испугался за свою всю вот эту 10 лет его процветания были основаны на том что он был такой критик правительства а тут получается видимо начнутся репрессии раз в царя стреляли вот испугавшись он написал стихи в честь Муравьева вешателя присутствовал на обеде где всячески его восхвалял ну и это потом постоянно Некрасову вменяли в вину в частности сам же Корней Чуковский который изучал творчество Некрасова писал что фактически это предательство его матери потому что его мать была полячка у Некрасова а тут он в стихах воспевал именно подавление польского восстания Некрасов потом всячески каялся писал по поводу этого факта что да я подлец но все вы вокруг подлецы оттого я подлец что я ваше порождение ваша кровь вашего суда я не признаю вы такие же подсудимые как я ну текст явно истеричный просто ну и в общем Чуковский тоже пишет что Некрасов до смерти испытывал муки совести по поводу того что он совершил в последнее время в отечественных записках Некрасов продолжал всячески зоповым языком восхвалять революцию именно в 68 году он писал что буря бы грянула что ли чаша с краями полна это явный намек на революцию у него много было и других всяких намеков типа там умри недаром дело прочно когда под ним струится кровь там явные в общем призывы были к революции поэтому явно вот это вот Ода Муравьеву это его попытка как-то вот правительство утихомирить дескать он лоялен в 70-е его главная была работа и кому на Руси жить хорошо где он пытался сделать обзор всего что там с крестьянством после реформы случилось но и дать какой-то идеал все-таки народный в общем этого его раздумья такие и о народе и о народниках потому что народники там тоже в этой поэме есть 1875 год Некрасов заболел раком кишечника это была тогда неизлечимая болезнь он два года лежал из Вены приехал хирург Белирот сделал ему операцию но операция только ненадолго продлила жизнь в общем Некрасов умер от рака в 1877 году то есть в возрасте 66 лет его а нет 56 в возрасте 56 лет равно достаточно его посещал Достоевский перед смертью и писал что практически был трупом говорящий труп Достоевский написал болея Некрасов написал последние песни типичные такие для его творчества то есть депрессивные но с определенной надеждой 8 января 1878 года умер Некрасов в 8 часов вечера ну по старому стилю будет 27 декабря 1877 года естественно были массовые похороны причем подпольная революционная партия земля и воля от себя сделала венок с надписью от социалистов там ребята уже готовились царя убить поэтому они уже секретно венок Некрасова положили личная жизнь Некрасова была достаточно скандальна в молодом возрасте он повстречал Авдотью Панаеву жену писателя Ивана Панаева она была его гораздо старше он у нее влюбился в Авдотью также влюбился и Федор Достоевский но только Панаев ее добился этот Некрасов ее добился хотя она была замужней причем за человеком их кругу тоже за писателем Некрасов ломал истерики добился потом все-таки что они жили втроем то есть они жили гражданским браком в квартире Панаевых вместе с законным мужем этой Авдотьи Панаева то есть они вдвоем жили и ебали одну бабу в одной квартире ну вот как потом Достоевский из Брик ну и вот 16 лет это продолжалось пока Панаев не умер причем Некрасов закатывал сцены ревности ее законному ну он про Панаеву написал Панаевский цикл стихотворений у нее было два ребенка но они умерли от Некрасова в 1862 году Иван Панаев умер но и Авдотья Панаева все равно от Некрасова тоже ушла у него была потом какая-то француженка а потом у него была жена деревенская которую звали Фекла но он ее переименовал в Зину и по некоторым исследованиям она вообще была проститутка то есть фактически он взял молодую проститутку ей было 23 года ему было 48 он ее взял в законные жены она стала Зинаидой Николаевной Некрасовой тем не менее говорят он все равно любил Панаеву и также и француженку какую-то с которой был роман за границей все время в своих бабах путался и стихи писал про все про это так или иначе Некрасов еще любил карты и это у него было наследственное потому что его отец тоже карты любил и проиграл там говорят его дед тоже все там свои имения однако надо сказать что Некрасов к картам относился рационально как и к своим левым идеям и карты он тоже превратил в источник дохода свои взгляды социалистические Некрасов продавал с хорошим результатом и свою любовь к карте он тоже продавал тоже с хорошим результатом то есть он такой был геймер сейчас есть тоже геймеры которые в играх деньги зарабатывают хотя большинство конечно в играх только тратит время и деньги а вот Некрасов и как говорится и с удовольствием в карты играл и всех обыгрывал ну говорят он во первых да хорошо очень играл изучил все аспекты умом обыгрывал был не шулером если бы шулером его бы давно там разоблачили с российской империи там про шулера хорошо все знали вот он там специально готовился физически хорошо высыпался ехал в клуб в английском клубе в самом главном карточном клубе где все самые богатые были Некрасов неизменно всех обыгрывал абсолютно в том числе там всяких министров генералов и так далее обыграет их всех карт и потом на эти деньги издает антиправительственные издания по типу современника вот возможно цензура его кстати гнобила и в отмеску потому что вот он генералов обыгрывал там прям анекдоты ходили в Петербурге что Некрасов всех обыграет абсолютно невозможно с ним короче садиться против него бесполезно совершенно там если кому-то удавалось хоть немножко обыграть Некрасова это считалось прям крупным успехом в карте Некрасов если перейдем к характеристике творчества сформировал определенную школу то есть было такое понятие Некрасовская школа это Дмитрий Минаев Николай Добролюбов Иван Никитин Василий Курочкин и так далее основные принципы этой школы политическая злободневность то есть не надо писать на какие-то абстрактные темы вообще не надо придавать большого внимания эстетике а смысл произведений должен быть именно политический он должен пропагандировать определенную идею вся эстетика должна быть подчинена политическому смыслу это соответствовало конечно эстетике Чернышевского о которой я говорил и конечно Чернышевский все это дело тоже отобрял то есть вклад свой в идеологию это Некрасовскую школу Чернышевский тоже внес для того чтобы быть демократичной Некрасовская школа широко использовала во-первых элементы фольклора в том числе стихотворные размеры фольклорные и в какой-то степени народную речь но литературный язык совсем оторвался еще со времен Ломоносова от народной речи от Ломоносова его и не было этого литературного языка то есть с самого начала он короче был искусственный я про что говорю и поэтому вставка отдельных народных слов не спасала как и у Лескова то есть какие-то они элементы вставляли из диалектов которые они знали но много все равно не получалось потому что иначе было бы совсем непонятно и получалась в принципе стилизация вот все что смогли демократы русские даже в эпоху Владимира Даля когда уже вышли по сути словари русских диалектов все что они смогли это стилизироваться под диалекты но ни в коем случае не могли их включить и на эти диалекты не переходили не переходили они на народный язык и продолжали быть от уровнями от народа но они что-то изображали вот они изображали свою любовь к народу они изображали как-то вот народный язык вот на уровне такого имитаторства этим и ограничилось и так и все и зависло хотя задачи они ставили дать демократической реформы языка но они не осуществили их прижизненная критика была в зависимости от лагеря как либералы в лице Тургенева так и правые все не любили ни стиль ни содержание стихов Некрасова они все говорили что он там пишет про какую-то деревенщину про каких-то ямщиков рифма и стиль фактически прозаические то есть что стихотворения Некрасова мало отличаются от прозы при такой постановке темы что стихотворение должно служить идейному смыслу он свел он свел всю эстетику стихотворения просто вот к прозаической в то же время у него была всегда большая команда его фанатов и подражателей таких как Писарев Чернышевский которые все Некрасова воспевали но естественно Чернышевский на него работал конечно он всегда воспевал Некрасова Писарев тоже в общем где-то там же был и тоже работал на Некрасова они все конечно его прославляли в том числе как поэта Добролюбов вне всякого сомнения но это его сотрудники ближайшие он им деньги платил ожидается что Добролюбов будет ругать стихи Некрасова что ли ни в коем случае вот они конечно да все восхваляли дальше тоже опять все поделилось по позициям то есть Плеханов Ленин Калинин все большевики все любили Некрасова и все его пропагандировали при советской власти его объявили классиком включили в школьную программу ну и дальше все вот филологи советские тоже их воспевали что это крупнейший поэт русской революционной демократии и так далее ну честно говоря вот лично мне чисто эстетически Некрасов не очень если там есть фольклорные элементы они видимо с поволжья они мне кажутся искусственными потому что сибирский фольклор не такой с которым я бы знаком и вообще как-то оценки сами сибирские не такие чересчур депрессивно чересчур ну сибиряки бы восприняли так что выпендривается сибирский даже фольклор ироничный преобладают частушки там всякие прибаутки юмористический короче Некрасов слишком серьезный и поэтому эта имитация фольклора мне кажется искусственной ну к тому же у меня поэтические вкусы сформировались по влиянию Маяковского Хлебникова но и футуристы на Некрасова никак не походят в плане поэтики это значит про стихи вот по поводу нравственности Некрасова была тем не менее сильная критика во-первых его не любили за эту оду генералу Муравьеву который рассказывал во-вторых его все время обвиняли в мошенничестве что он ограбил больного Белинского Герцин говорил что Некрасов присвоил имени Огарева и называл его гадким негодяем и стервятником дело в том что Некрасов конечно был еще и предприниматель а эти все ребята они все были из дворя все были жутко идейные и не любили вот этот подход а Некрасов возможно их потихоньку он наебывал видимо он считал что им таким вот чересчур идейным и ничего и не надо дальше Некрасова все время обвиняли за то что он откровенно торговал авторскими правами он покупал по одной цене всякие произведения перепродавал во много раз больше всяким другим издателям то есть для него все эти литературные произведения были конечно приметом торговли но он картежник понятно то есть для него это все примерно было как игра в карты а в игре в карты надо выиграть деньги денег нет значит мы проиграли на этом фоне часто его обвиняли в то что он не верит на самом деле во все эти левые идеалы эти левые идеалы были, конечно, такие антикапиталистические, антипотребительские. А Некрасов всегда себя вел как потребитель. Поэтому многие считали, что он просто обманщик. И вот это говорили, допустим, Лесков, Лев Толстой, Аполлон Григорьев, Чайковский и так далее. В стихах печалится о горе народном, а сам построил винокуренный завод. Также рассказывали, что Некрасов любил хорошо поесть за большие деньги, а в стихах он описывает каких-то голодных крестьян, которых обирают жуткие капиталисты и помещи. Не сам ли Некрасов такой же помещик, как капиталист, который всех обирал? Некрасов любил охоту, тоже за огромные деньги, там, всяческую, со всякими поварами, лакеями. Некрасов постоянно тусовался с этими князьями и министрами, и с ними там неплохо, значит, обедал, ужинал, и играл с ними в карты. Нет. Некрасов иногда писал матершинное стихотворение, хотя вроде как изображал, что он высокой нравственности. Ну, в общем, это все спорно. Чуковский считает, что это просто психологические проблемы у Некрасова. Вот, допустим, Некрасов сам писал, «Во мне было всегда два человека, один официальный, вечно бьющийся с жизнью и с темными силами, а другой такой, каким создала меня природа». Вот Чуковский постоянно эти все моменты покаяния у Некрасова фиксировал, и писал, что, видимо, Некрасов как-то вот был человек двойной психики. То есть, с одной стороны, он искренне боролся за счастье народу против его эксплуататоров, а с другой стороны, он любил пожрать, посрать, потрахаться, и чтобы все это было круто и роскошно. И тратил на это деньги, заработанные за свои стихи о горе народа. Что еще тут можно сказать? Ну, отдельные стихотворения можно проанализировать. Ну, допустим, поэма «Коробейники», попытка такую написать с элементами фольклора, фольклорным стихом о народе. Стихотворение на Волге о бурлаках, где вот тяжелый труд бурлаков описывается. Вот тематика-то основная, в общем, Некрасова. Стихотворение «Размышления у парадного подъезда» о том, что богатых министр принимает, а бедных нет. Вот про угнетение бедных, что у нас социальная иерархия, одни у нас люди, а другие непонятно, люди или нет. Поэма «Мороз, красный нос» – это воспевание русской крестьянки, и вообще, то есть, что крестьяне вообще прекрасные люди. То есть, вот воспевание народа именно бедного. Ну, он социалист, то есть, вот там левый дискурс-то идет, что в пользу бедных, короче. «Крестьянские дети» – поэма тоже примерно на эту же тему, что «Крестьянские дети» прекрасны. «Самые большие у него, кому на Руси жить хорошо», где, кстати, позитивно имеется образ Гриши Добросклонова, несмотря на все депрессивное описание действительности пореформенной. Поэма «Русские женщины», причем конец этой поэмы – это «Свидание Волконской с мужем декабристом на руднике». В принципе, воспевает декабристов, и в «Русских женщинах» ценит именно протестное. Ну, из «Русских женщин» хорошо известно, что «Коня наскаку остановит» – это Некрасов. У Некрасова много покаянных стихотворений, где вот он всячески кается, что у него душа падшая, что он хочет исправиться и так далее. Вот эту истеричность я откровенно в «Русских» не люблю, и в этом, видимо, проявляется, что я не «Русский». Я совершенно вот это не понимаю, зачем еще и публично вот стоять и кричать о том, какой я плохой, какой в этом вообще смысл. Ну, вот этого Некрасова тоже есть, в этом плане, да, он «Русский». Ну, отмечают популярность Некрасова. 60-е и 80-е годы XIX века у нас много было левых. Было много, соответственно, поэтов революционной демократии, радикалов всевозможных. Мы их сейчас не знаем, но там было много народников, литераторов, и вообще народники господствовали тоже в литературе, особенно вот крупный это Салтыков-Щедрин, там было много мелких, особенно где-то вот до прихода модернистов. В 90-е годы практически вот явились модернисты и сказали, что мы будем делать искусство для искусства. А 60-е, 70-е, 80-е – это все Некрасовщина. Там все пишут вот стихи про то, что народу плохо, повести о том же самом, рассказы там остросоциальные о том, как какой-нибудь чиновник обидел какого-нибудь крестьянина, и как это все плохо, и так далее. На этом фоне, конечно, революционеры смотрелись как герои, и они же этот самый народ пошли на бой, отдали жизни. У него есть любовная лирика, но тоже вся какая-то покаянная, там все какие-то самоугрызения. Ну, вот эта вся любовь к чужой жене, с которой 16 лет он жил вместе с мужем, видимо, тоже она как-то у него все время его вводила в состояние покаяния и сожаления о том, что случилось. Тем не менее, это крупнейший организатор, редактор современника отечественных записок. Ну, и в целом, мне лично больше нравится его и деятельность как организатора. Мне кажется, что он больше бизнесмен. После всего вот этого изложенного, честно говоря, я не люблю Некрасова как поэта. Может быть, я просто не люблю русских депрессивных истеричек. Мне вот этот сам депрессивно-страдающий тон Некрасова не нравится. Мне он кажется просто фекляром, потому что выставлять свои страдания я бы точно так вот не стал. Еще с такой вот просьбой их оценить, типа, зацените, как я мучаюсь, как вот все плохо, как народ страдает, как я страдаю по этому поводу. Да даже и сами страдания народа вот в такой пафосной, надрывной некрасовской манере мне кажутся описанными плохо. То есть вообще говоря, вот все, ранее я все время фактически его восхвалял, но нужно сказать, что лично я Некрасова не люблю. Может быть, правы те, которые говорили, что он лицемерит. Я чувствую в его стихах неискренность. Не то, что даже неискренность, я чувствую, что пишет человек плохой. Вот я откровенно чувствую, что Пушкин человек плохой. Достоевский человек очень плохой. И Некрасов тоже человек плохой. Вот хотя Некрасов близких мне взглядов, да, тоже таких леводемократических. По тексту, который они пишут, я вижу, что это, в принципе, пишет мерзавец. Как бы он там ни прикидывался человеком искренним и хорошим. Ну, опять же, я говорю, может быть, это вот моя субъективная позиция все-таки из 21 века, такого стебного, непафосного, такого гораздо более демократического на деле, чем времени Некрасова. Может быть, это потому, что я отсюда, может быть, поэтому я так воспринимаю. Ну, именем Некрасова названы многие библиотеки, культурные учреждения. Есть музей Некрасова в Санкт-Петербурге, в Карабихе, в Ярославской области, памятник в Ярославле, в Москве, ну и в других всевозможных местах, марки, астероид Некрасова есть. Это все понятно. То есть, я не знаю, как там сейчас в школе преподают. Нет, в советской школе преподавали. Ну, классиком русской литературы, я думаю, его считают до сих пор.